Развязку на Николаевском проспекте запланировали еще в 2012 году. Чтобы начать работы, потребовалось изъять более 90 участков и снести около 150 строений. На все это ушло почти 10 лет. Строить объект начали в октябре прошлого года. Перекрыть пришлось единственный проезд по улице Чкалова, который соединял Копылова, Николаевский проспект и Студгородок. Из-за этого весь район в часы пик уже 7 месяцев стоит в провках. Поэтому будущую развязку водители особенно ждут. Сегодня на развязке Байкицкая, Чкалова, Волочаевская очень важное событие. На этом повороте пока еще положили только черновой асфальт. А это значит, что уже через несколько месяцев здесь поедут первые автомобили. Асфальт сделают по ГОСТу 2013 года. Подрядчики говорят, его хватит как минимум на 7 лет. Но дорожное покрытие – это только вишенка на торте. На участке уже проведены земельные работы, почти законченный вынос инженерных сетей и монтаж ливневки. Выполняются работы по выемке грунта. Занимаемся сейчас благоустройством, установкой бордюров, озеленение. Планируем начать уже к концу этой недели. По двум объектам кустарников более 500 штук. Деревья в районе 200 штук по двум объектам. То есть деревья разные, но в основном крупномера. Строительство развязки сегодня проинспектировал мэр города Сергей Еремин. По его словам, важно не только сделать хорошие дороги для автомобилей, но и продумать доступность для пешеходов. То есть здесь преимущество только автомобилю. Ни в коем случае я не отдаю. Вот здесь должен быть золотой баланс. Это мое внутреннее убеждение, мое правило. Сейчас еще отдельно главе района сказал, чтобы контур сейчас уже в июле начнет прорисовываться четкий, чтобы ножками здесь пройти и все посмотреть, чтобы не было у нас каких-то неудобств для людей. Сейчас строительство развязки со стороны Студгородка заканчивается здесь и упирается в небольшую двухполосную дорогу рядом с институтом. Но уже в ближайшее время здесь планируют построить транспортное кольцо. Это поможет направить поток на улицу Керенского, а также в сторону ЖК «Орбита». Все работы планируют завершить в комплексе. Развязка станет доступной для автомобилистов в конце октября этого года. Евгений Шиповский, Дмитрий Кочетков. Новости Прима.